всем привет с вами Денис вы на канале sound pro lab сегодня мы поговорим о супер интегральники от компании Mark Levinson это не самая новая модель это Mark Levinson 585 но в чем прелесть вот таких вот супер интегральников супер усилителей в том что они не устаревают предложение актуальное купить его можно а за что его покупать и зачем мы сегодня и расскажем вначале немножко предыстории компания Mark Levinson была основана в 1972 году и носит имя собственно самого отца основателя Mark Levinson здорово когда у тебя такое имя и фамилия Mark Levinson звучит ну прям усилитель Mark Levinson но сразу звучит музыкально вот представляешь я бы сделал усилитель вот супер усилитель набрал бы к офигенную команду мы бы сделали супер интегральный как играл бы бархатно мощно и его бы никто не слушал потому что кто будет здравом уме слушать усилитель храпунов а Mark Levinson сам Марк был человеком музыкальным он играл на контрабасе и на трубе в 20 лет он уже играл с такими известными джазменами того времени как Sony Rollins Sony Steed Johnny Griffin и многими другими это помогал ему в этом и его талант музыкальный и связи его отца который был известным психологом профессором и выпускал монументальные труды по психологии такие труды как допустим этапы жизни мужчины до основания компании Mark Levinson он сделал первое свое вот заметное устройство это аудиоконсоль которая использовалась на легендарном фестивале Woodstock в 69 году а позже уже он уже организовал компанию по выпуску аппаратуры high-end класса впрочем его продукты зарекомендовали себя очень хорошо но материально были не очень успешными поэтому восемьдесят втором году его компания уже перешла к другим владельцам Mark Levinson еще работал в компании но основал параллельные другие компании там он выпускал аналоговые эквалайзеры потом он занимался записями супер аудио cd дисков уже сильно позже а собственно в 90-х годах он уже ушел из компании впрочем к чему я это рассказываю да в 99 году марку же покинул компанию сейчас Mark Levinson входит в компанию Harmon Group и занимается конкретно усилителями и аудио устройствами high-end класса а также разрабатывает аудиоаппаратуру для компании Lexus для интеграции в их автомобиле но вот это вот одиозность фигуры в названии она не просто так потому что производят они до сих пор действительно одиозные продукты и вот этот вот интегральный усилитель вполне в этой концепции ну что ж пора переходить самому устройству и начнем по привычной схеме с внешности это достаточно массивный аппарат высотой 200 миллиметров а на передней панели этот фирменный дизайн компании Mark Levinson он интересный и не побоюсь этого слова благородный здесь у нас два селектора один отвечает за громкость причем в начале до 23 децибел он идет шагом в 1 децибел дальше в 0 1 децибел но если крутить быстро то возрастание мощности замедляется это сделано для того чтобы не перегрузить вашу акустику левый же селектор отвечает за выбор входа а вкупе с кнопкой setup которая находится рядом позволяет выбирать предварительные настройки ниже же посередине у нас кнопка отвечающая за перевод аппарата в режим standby а посередине под матричным экраном красного цвета который показывает всю необходимую информацию у нас расположены 6 кнопочек с основными функциями в том числе кнопка setup а также есть и нестандартные кнопки отвечающие даже за смену полярности первое что бросается в глаза это четыре клеммы для подключения акустики слева и справа по две штуки клеммы мощные с винтовым зажимом и с возможностью подключения разъемов типа банан коммутационные возможности данного усилителя очень широкие не зря я назвал его супер интеграль ником в том числе и за счет коммутационных возможностей здесь имеется сразу и балансные 3 несимметричных ход и также есть по паре картеальных оптических ходов цифрового аудиосигнала а также порты юсби b и а а также ethernet и rs-235 для того чтобы встроить данный усилитель в систему управления причем здесь очень интересный функционал у входа юсби а туда можно вставить флешку с сохраненными настройками для данного усилителя здесь настроек может быть множество и вы можете использовать эту флешку если у вас друг настройки сбились а если вы инсталлятор то сам бог велел сам цап здесь построен на чипе от компании с и богом 32 битный с высококлассными схемами подавления джитера формирователь выходного сигнала тоже полностью балансный на дискретных элементах высокого качества самом юсби тракте установлен аудиопроцессор от c media он способен принимать в асинхронном режиме pcm файлы с разрядностью 32 бита на 192 килогерца а также способен принимать dsd поток 64 на 128 это при наличии специальных драйверов который может быть потребуется установить но их легко найти на сайте целом цифровая часть высокого уровня но если вам ее недостаточно или вы хотите использовать не цифровые источники звука стоит понимать что полностью аналоговый усилитель с очень хорошая схема техника и об этом мы сейчас и поговорим усилительный тракт здесь сделан по зеркальной схеме полное двойное моно используется дискретные элементы для подачи сигнала с любого входа используется отдельное реле громкость регулируется посредством 15 битных резистивных матриц r2r которые позволяют подавать сигнал даже на низкой громкости во всем диапазоне работает усилитель как я сказал в классе а б на каждый канал используется по дюжине выходных транзисторов в целом схема достаточно простая по аудиофильский простая чтобы сократить максимально сократить путь сигнала при этом мощность усилителя незаурядное он выдает 200 ватт на 8 он причем гарантирует стабильную работу при падении импеданса до 2 ом а внутри усилитель установлен мощный тегридальный трансформатор с мощностью до 900 вольт ампер с вторичными обмотками на каждый канал на левый и правый а за функционирование аналоговых схем отвечают четыре источника питания при этом есть еще два импульсных источника питания которые отвечают один за работу усилителя в режиме стендбай а второй за работу цифровой части усилителя в целом выполнение сделано все серьезно с умом из мельчайшим подходом детали но как это звучит а для того чтобы оценить правильно оценить звучание данного усилителя нужно обзавестись правильный хороший достойный этого усилителя пары акустических систем если вам нравится аналитичное звучание очень точное в мельчайших деталях то реферсная серия kev здесь будет отличным компаньоном но если вам нравится тяжелая музыка и хард-рок то здесь приходит на помощь баррис велкинс они выдают живость ощущение настоящего присутствия на хард-концерте на рок-концерте и в общем-то очень приличный напор но остановями звучание усилителя появляется непривычная мягкость мягкость и детальность воспроизведения она имеет свою хорошую бархатную окраску звучания и голос джаз классический рок-н-ролл звучит не то чтобы по-новому а именно по-старому так как ты хочешь услышать это звучание я не просто так сравнил звучание на разной акустике этот усилитель требуется моего подхода и в зависимости от того какое звучание вы ищете вы можете подобрать подходящую вам акустическую систему целом очень интересное устройство и действительно супер интегральник потому что имеет огромное количество возможностей может работать с огромным количеством акустики и вы всегда сможете найти свой звук ну а на этом у меня сегодня все об этом рассказали дальше будет много интересного а вы подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока